Какие морозы? Папагубными они для животного мира, потому что уже начинают рождаться ребёнки у кабанов, допустим. И вот как ей сберечь своих поросёночков в такой лютый мороз? Ну, она интересно тоже устраивается. Вот если, допустим, высокая ель ветродуем, повалят, а в лесу любое дерево, если его ветром валит, то оно, ну, процентов 15 ложится на землю. А остальное зацепляется за соседей. И поэтому дерево ветер выворотит, а оно ляжет на соседа. И по нему будет сползать, сползать, и так застрянет на какой-нибудь ветке здоровой. Вот, потому что уже сила тяжести, ну, исчезает, такая, как, когда, знаешь, шваркнет, а потом уже тормоза. И остаётся комель вот так вот. Вот для кабанихи это природный. Она туда забирается, там мордой всё это, выдернет все корни, чтобы ничего не кололось, ничего, чтобы поросёночку там было замечательно. Вот, а земля-то сухая, песок или даже торфянник там, если ёлка. Обычно так ёлка, вот такие шатры устроят, только ёлка. Остальные деревья так, у них это не получается. Потому что ёлка единственное дерево, которое не имеет стержня, морковки. То есть корень имеет, делится на горизонтальные и вертикальные. Вот вертикальные они отсутствуют. Она, потому что парусность у неё большущая, она распространяет свои корни вбок. И сколько метров у неё ветки нижние, столько метров корни. И вот они, дав ещё боковые, вот вцепляются, внедряются в землю так, что попробуй выдерни. И поэтому держит она нагрузку колоссально. Но уж если пошло, то всё, сразу, чёхом и на бок. И вот они висят с землёй, она на морде тростник, который растёт в лесу, любая бычижинка, сразу вырастает тростник вокруг. Ну такая высокая трава с кисточками. И вот она морды сколько возьмёт, выдернет и принесёт. И так вот наносит этого соломки. И вот дальше у неё гнездо. И она там, ей там тепло. Она их греет, кормит и оттуда не выпускает. Только по команде, когда уже она видит, что их можно. А куда она их будет выпускать? Она их выпускает в снег, который высотой 70 сантиметров. Потому что там снега нет, она туда вниз забирается, как хлеб. И они идти-то по снегу по такому не могут. Вот они вырастают, когда ещё только-только появляются. И то, не знаю, по-моему, это редко. Нет, они позже. Они в марте рождаются. Нет, даже в конце марта. В конце марта. Потому что посажена картошка, и они приходят её врывать на поля. Кабаны очень расплодились и проникли далеко на север. Даже зашли в Финляндию. Это вот на моих глазах, как раз когда у меня был такой самый охотничий возраст. Это от 30 до 70. Это вот. Начал ходить на охоту. А главное, в 62-м году. Только на лосях. Кабанов ещё не было. Никто о них на Карельском перешейке и не слышал. Они были в Белоруссии. Они были в Лужском районе. Это самый наш южный район. Вот там они были. А когда я заканчивал, в 92-м году, в последнюю зиму я ездил на кабанов, они уже в Финляндии были все. Ну, не все, но очень много. Интересно. Вот я, например, видел свиней диких в Кавказских горах, в районе Хосты, и в районе Сочи, вернее. Там они чёрные. Мамаша. Ну, взрослые особи чёрные. Ну, просто чёрные. Даже странно. Как это так? Что это за чёрная свинья? А свинятки такие же полосатые, светло-коричневые, с полосами тёмными. Как и у нас. КОНЕЦ